один. Всем привет, с вами снова Алекса Ломаха, Никита Петров. Продолжаем мы записывать видео по карте Магменти давных турниров. В очередной раз отсылаю всех интересующихся подробностей к подробностям к началу первого ролика. Он в этот момент уже должен висеть на стене в группе. А в третьем туре мне дали соперника с немного более высоким рейтингом за 2 100 уже, Симоне Медичи. Итальянец, как понятно по его фамилии. Ну и как ни странно, эта партия для меня выдалась намного проще, чем две предыдущие. Ну, во второй я вообще посерял довольно много нервных клеток, я думал. Ну и в первой тоже пришлось серьезно напрягаться. А эта партия получилась ну, попроще бы делать, чтобы он достаточно быстро получил. Так, что проще не играл, я бил в эту партию. Он достаточно быстро получил перевес. Ну и там в один момент он могла возвращаться упорнее, но во всем по порядку. Е4. В данном турнире я во всех партиях выбивал Е4. Вообще, против выступающих в классе соперников довольно неплохие результаты. Практически стопроцентные. Е5. Конь Ф3. Д6. Ну, защита Фелидора. Причем, вообще говоря, в не самый, на данный момент, актуальной трактовки. В общем-то, люди стремятся сейчас получить защиту Фелидора черными через такой порядок кодов. Е10. Е5. Потому что со времен выхода книги Халифмана дебют белыми по Анаду там много воды утекло и ДЕ, ДЕ, ФРС, Д8, Кроль, Д8. Слон G5, как он рекомендует, уже давно утратил актуальность. Полная закономерность. Сейчас некоторые люди пытаются выжать воду из камня вот в этом эндшпиле. Ну, не эндшпиле, а вот в этой позиции. С переменным успехом. Ну, у белых есть некоторые тыгры. Ну, а серьезные шматисты, которых отряд белыми на победу, в основном играют кунь в 3 здесь. И черные могут после кунь Д7 перейти в более выгодной редакции защиты Фелидора. Почему более выгодны? Я остановлюсь немного подробнее сейчас. Дело в том, что изначально, ну, традиционная защита Фелидора, которую сам Фелидор вел в 18 веке, это вот именно этот порядок ходов. Идея великого французского шахматиста заключалась в ходе f5. Общетипичная для его, так сказать, шахматного мировоззрения типичный ход, что он хочет растянуть первичную цепочку. Идея Фелидора была вот в получении такой позиции. Ну, с тех пор как-то все решили, что последние 6 все-таки у белых лучше и Грант утратил актуальность. лет где-то 200 назад. Так что не самый свежий вариант. Потом у английского мастера конца 19 века, к сожалению, я забыл его фамилию, Хэном, Хэном, если я не ошибаюсь, у него вот возникла идея играть здесь кондесим, это уже что-то похожее на современную трактовку защиты Фелидора. Точнее не на современную, она вот, ну, ту, которая была особенно популярна в середине 20 века. Ну, и похожее на современную, потому что, ну, после конца 3 конь Ф6 получается вот эта вот позиция, которую я уже показывал. ход кондесим тоже достаточно давно вообще-то утратил актуальность, потому что белые могут сорвать с НС-4. То есть с НС-4 значительно сильнее, чем кондесим. А, ну и посок уже больше на третьем ходу устанавливаться не буду. Сейчас наиболее популярный ход ЕД, который, вообще говоря, противоречит духу защиты Фелидора, но зато прекрасно соответствует духу современных шахматов. Пример есть вот такой веселый вариант. С-3, Ж-6, С-4, С-4, С-6, Так, прошу прощения. Что-то я поддобыл. Теорию. С-4 защиты Фелидора не каждый день увидишь. Кажется, слой Е-7, С-4, С-3. Так, нет, прошу прощения, это снова не то. Я думаю, что я, может быть, прикреплю маленькую диаграмму к данному видео. В общем, вариант заключается в том, что белые забирают ладью на авось, а черные там какую-то инициативу развивают. Вот, например, недавно на эту тему была сыграна, ну, Джобава так играл черным и выиграл, кстати. Ну, Джобава вообще свойственны дебютные эксперименты. Ну, и Ж-6 тоже играли, слой Ф-4, слой Ж-7. Ну, там были бы по состоянию на данный алет у белых перелиз. Ну, в общем, не уравнивают черные защиты Фелидора на ее стандартной трактовке, что, в общем-то, неудивительно. В парте была сыграна конь Д-7, слой С-4. Вот тут я подробнее остановлюсь на различиях между ходами. Конь С-3, слой С-4. Дело в том, что после конь С-3, конь Ф-6 и черных все нормально, а здесь конь Ф-6 не сыграешь. В общем-то, нетрудно убедиться почему. Из-за Д-Е. Из-за Д-Е. Может быть, и из-за Д-Е тоже, кстати. Ну, это... А, ну Д-Е тоже... Я всегда играл конь G-5. Это вполне убедительно тоже. Потому что на Ф-7 нормально не защитишь, и Д-5 это плохая редакция защиты с двух коней для чего-то. Д-Е, если не ошибаюсь, тоже дает перевес, хотя могу ошибаться. Ну, начнем с того, что после Д-Е идея белого в том, чтобы сыграть конь G-5 и даже Д-5 не допустить, правильно я понимаю? Ну, да. А после конь G-5 в чем идея белого? Что? После конь G-5 в чем идея белого. Так, подожди. А тут что получается? Насколько я... Блин, я уже сам забыл. Я хотел конь E-5, да и если он Ф-7. Ну, я даже слова не помнил, так что я не могу сказать, что я забыл. Но... Это должно держаться за черных, наверное. Хотя... Да, но это как раз та причина, почему я говорил, что белые здесь тоже сохраняют. Ферзь Д-2. Ферзь Д-2. Ферзь Д-2 и конь побьет, и у белых лишняя пешка. Черные, наверное, не успеют наладить контур. Ну... Наверно. Ну, в общем... Вторая лишняя пешка. Такая... Относительно здоровая. Относительно лишняя. Да. Ну, а, кстати, бить на Д-8 сразу тот же, возможно. Здесь лишние пешки не получается, но, может быть, получается инициатива за то. За счет плохого хороля. В общем, мой вам совет играть и поджигать. Здесь перевес больше. В общем, ходим 6 в любом случае абсолютно неактуально. У меня такое ощущение, что все-таки... Д-е... Это рекомендация после слона е7. Нет? Я не прав. Я не помню. Там где-то есть ферзь h5 и потом ферзь на е5 забирает. В какой-то редакции это я вот уже не помню. Так, ферзь х5 я тоже не помню. Вот насчет слона е7 я хотел сказать... Вот слон е7 здесь нельзя играть. Д-е... Да. И теперь если Д-е, то ферзь d5 сразу с разгромом. Моментально. Ну да, да. И после конь е5 ферзь h5... Ну да, сейчас... Конь е5... Нет, не так. Конь е5... Д-е, ферзь d5. Вот здесь вот уже все. Пролетело все на свете. Да. То есть конь е6 просто снова 6. А иначе двайф7 не защитишь. Вот... А если конь е5... Да. То... Конь е5? Ну да. Да. Да е6 ферзь бьет е5 и пешка лишняя. Да. Причем достаточно здоровая. Конь f6 ферзь бьет е5 и вот она здоровая лишняя пешка. Нет, тут очень здоровая. Тут совсем здоровая лишняя пешка. А, не, не... надо играть, надо играть G6, и вот тут вот, да, белок чувствительный перевес. Да, с Лунисей играть нельзя. Поэтому играют... Или C6? C6, по-моему, самый правильный ход. Ну, какие-то были эксперименты со странным ходом А6, но и в основном играют C6, да. И вот тут вот, вот тут вот. Обычно белые играют 2-0, опять К6 невыгодно, и все-таки по той же причине. Поэтому играют слон Е7, и вот тут вот другая типовая идея, ДЕ, ДЕ, слон G5, слон G5, ферзь H5. И белые получают двух слонов. То есть, например, ферзь Е7, и вот здесь вот слон G5 вроде напрашивается, но на самом деле после коня F6 у черных все неплохо. Поэтому ферзь G5, ферзь G5, слон G5. Вот в теории считается, что это, конечно, чувствительно, то есть нечувствительно, а вообще там, ну, плюс-минус-толбик оценивается. Только белый такой большой перевес, но я не убежден в этом. Может, а то черники плохие шансы на соскук, но в любом случае предстоит долгая, унылая борьба за ничью. По сути, да. Два слона и без компенсации за них. Не бог, есть какое преимущество, но и без всякого риска. Можно возить, возить и вовить. Неоптимальный, для чего меня это удивит. Поэтому... Поэтому ED здесь, да, сдали центр. Но ED считается тоже не очень хорошим ходом. Я говорю, C6 устав. С другой стороны после ED получается более боевая структура. И у черных есть шансы на перехват тоже. Ага. В комбю D4 ты сыграл? Я, в общем-то, делал все разумно, но мой сперник получил неплохие шансы на уравнение. Хоть стоит слон D7. Два доля, два доля. Здесь все без особых календарь. Дея Е1. C6. Я думаю, что, может быть, вот тут я упустил шанс получить более существенный перерез, чем тот, который я получил. Но кони в 5 я бы тоже сыграл. Да, мне очень хотелось уже зафиксировать хоть что-то долговременное, скажем так. Два слона. Быстро от двух слонов черные не избавятся. И белые всегда смогут рассчитывать на какое-то давление. Но, может быть, объективность... Может быть, еще сильнее здесь было сыграть слоны F4. А в чем, собственно, особенно именно этот ход чем-то так хорош? Ну что, конь f5 уже, чтобы было хорошо вразить. Не, ну конь f5 уже все, он уже никогда не попадет. Поезд ушел. Теперь слон на c8 скрылся. А-а-а. А теперь, подожди, а если, например, слон е5, де и конь f5? Не, ну это уже может быстро стать и кроя на поражение, вообще говоря. То есть... У черных выгоднее структура. А, ну да. Да-да-да, согласен, все. Потом король h8 идет, от этого слона, ну и ничего особенного. Ну, белые тоже, они не должны быть хуже, конечно, от слона. Почему? В общем, слон е5, ты... Фух. Все-таки иногда бывает полезно отдавать слонов за коней, невынужденно, но... Все-таки это исключение из-за... Ну да, ну, скорее всего, конь f5, наверное, самый правильный. Самый правильный, так скажем, с классической точки зрения шахматной. А по-хорошему, я думаю, h3 сильнее. Да конь f5, слон f1. А, вот как. Чтоб потом f4 сыграть. Игра на динамику, да. Ладно, в общем, опять же, это абсолютно другая позиция, ее можно долго смотреть. Конь f5 ход неплохой. Это не ошибка, долго мы останемся не будем. Белые сохраняют какой-то перерез. Конь е5. Конь е5 ход правильный. Тут уже надо забирать слона с шахом, потому что иначе черные... Этого слона с большой радостью отдадут. Фех с е7 и слон и фоник. И вот надо тут отдать должный моему сопернику. Он не испугался как бы идти в какую-то активность, в какую-то динамику. Потому что если сейчас черные будут уныло развиваться... Ну, во-первых, начнем с того, что еще не так легко здесь уныло развиться. Вот какой ход за черный самый напрашивающийся? Сейчас? Да. Но слон е6. Да, у слона е6 это как раз типичное унылое развитие, которое в данном случае еще и на ф4. Да, слон е6 самый напрашивающийся ход. Так что ответ правильный. Но после ф4 не так легко фигуры собрать. Ну, согласен. Куда ты? Непонятно вообще куда. Совсем неверкую фигуру собрать. Видимо, безнадежно. Потому что... Видимо, уже без фигуры, уже, видимо. Нет, и без фигуры, но очень плохо. Потому что на конь d7 и f5 без фигуры. На конь d4 и f5 без фигуры. На конь d4 черный сохраняет фигуру, но получает вот нечто такое. Да? Да. Может быть, лучше фигуру отдать на самом деле. Чем получить такое. Да. Все печально. Ну, поэтому слон е6 сыграна не было. С слон же 4 был возможный ход. Но ладя d8 сильнее. Он хочет d5 провести, что принципиально неверно при наличии двух столового соперника. Но белых очень не развиты фигуры. Не очень не развиты, но есть некоторые проблемы с этим. Я не успеваю как-то ферзя на первую брать комфортно. Ну, в общем, он ничего себе не успевает. Надо идти в какой-то стык. То есть надо дыграть слон g5. Теперь уже дыграть не проведешь. Но вот он играет h6. Ну, менять на f6 обидно. То есть у черного уже чуть получше после того. Надо дыграть слон g4. Он g6 продолжает вбинать слона. Опять же на f6 брать нельзя. Ну, фактически нельзя. Слон g3. И вот тут вот еще один ход. Такой хороший, грамотный ход. Даже удивительно, что потом он так быстро рассыпался на самом деле. Слон g4. И вот внезапно возникла некая дилемма. Что делать? Признаться, был некоторый собран пойти слон g2. То есть только что мы перерегали с двух словов, тут мы меняем одного. Ну вот. Какой-то перерез белые здесь сохраняют. Да уже явно небольшой. Что-что? Уже явно небольшой. Да, уже чуть-чуть там, ну, может быть, какие-то идеи тут и есть. H3 пойти слона 1 сохранить. Слон себе и коня. Надавить на бежку d6. В общем, мне не хотелось этого. Допускать. Хотя, объективно, то, что я сыграл тоже, большого тревеса не обещает. Но он намного более содержательный, ход на более содержательную борьбу. Вы не забывайте, что это швейцарка. В швейцархии нельзя допускать ничью с басту. То есть ты просто не можешь сделать ничью с басту или с 2200, или с 2300. Это не обсуждается. Пяти турами в швейцархии это конец шансам на призовые. А призовые были не маленькие. То есть первый приз был тысяча францов. В пересчете на русских... Где-то чуть больше 50 тысяч на тот момент. Нехивые призы в Европе. Да, да ты... Это, видимо, дело в Швейцарии, а не в Европе. Потому что... Это для любого турнира... Ну, не для любого турнира. Для любого опыта неплохой приз. Нормального опыта. Не супер. А для опыта, в котором я третий стартовый номер, это вообще замечательно. А то, что я выиграл от этого, это вполне замечательно. Так что... Ну, в общем, я к чему подвожу? К тому, что... Нельзя ничью делать в 200. В Швейцарх. Ну, да и вообще нежелательно. Слон Е6, Ф4. Вот такая вот была идея. У черных возникли некоторые проблемы с фигурами. В том плане, что опять краситься на наедле Майфилд. Тут я какое-то время считал Д5. Но вроде бы не проходит по причине... Так, сейчас, секунду. По какой причине это не проходит? А, ну да. Первый может сыграть ЕН, но это мало. Лучше просто сыграть Е5. И у черных нет комфорта. То есть, когда конь отошел... Вроде это изменение в структуре положительное для черных. Но... Негативный момент заключается в том, что после Ф5 опять проблемы с фигурами. Е5 грозит. Е5 грозит. Причем, после Ф5 довольно странный способ Е5 подготовить, конечно. Ну и... Действительно, здесь некомфортно. Потому что даже в черном теперь Е5 не сыграешь. Потому что конь зависит. Ну вот. У черных здесь существенный недорез. Поэтому служить 4-й код правильный. Ферзь Д3. И вот тут вот я... Был до крайности удивлен. Вот этим решением моего соперника. Еще несколькими следующими его решениями. Потому что в парте была сыграна конь Д7. И понять смысл, откуда конь Д7 тяжело. Ну, видимо, он Е5 хотел препятствовать. Но все равно это последовало где-то. Так Е5 нигде не идет. И так. Там поле обитое много раз. Еще и ферзь на Д3 под ладьей стоит. Я не знаю зачем. Ну, конь Д7... А, можно еще объяснить. Конь на С5 хочет пойти. Да, наверное. Но я... То есть... Если бы потерялись в дегадках, но не мог 2-100 сделать такой странный ход. Без причин. Я бы пошел в конь Аш-5. Без причин. Я тоже конь Аш-5 ожидал. Ну, кстати... Это еще не совсем равенство. Потому что белые... Белые могут играть Аш-3. Аш-3? Да. Интересно. То есть на Ф4 ты не возьмешь, потому что после слона Ф4... Сейчас покажу. Слон Ф4, Конь Ф4, Ферзь Е3, видимо, там зависает. Е3 или Ж3. Очень нравится, Ж3. Ж3 даже. Да. Да, Ж3. И как-то все зависало. Ну да, одну фигуру надо создать, видимо. Поэтому... Я думаю, что надо брать здесь. Это то, что я ожидал, на самом деле. И вот, к счастью для меня, у слона нету нормальных полей от хода, но на Е6 не отойдешь из-за вилки. На Д7 не хочется. Самый сильный ход на С8. Да. Ну вот, Белодаль двух слонов, но может быть они все-таки... То есть не может быть, они все-таки давят здесь. Потому что последние действия Чернер были контрразвивающие, скажем так. И в итоге уже у белых перерез в развитии. И перерез в пространстве. Ну, тем не менее, это довольно мало. И у Черных неплохие шансы удержать эту позицию, на самом деле. Б5 можно пойти, например. Ну вот, как раз с резкими движениями... Ну, Б5 может быть можно, да. Во-первых, надо отметить, что хочется пойти Сердер в 6 и напрячь пешку на Ф4. Ну, здесь у белых перевес после Е5. Используя тот факт, что как раз вот Черная недоразвита. Б5 может быть неплохой ход. Выглядит несколько провокационно, конечно. Ну, может быть неплохой. Ну, я просто идея хочу это. Или Б4 коня сначала спихнуть. Чтобы он просто на С3 хорошо стоит. Ну и свона на Б7 хотя бы поставить. Да, но белые сохраняют некоторое давление. Я согласен. Здесь белые сохраняют давление. Я тут ничего не поспорю. Ну, хорошо, Б4. А, хорошо. Давай, Б5, С3, Б4. Ну, конь Е2. Так, подожди. У меня пока не обновилось это дело. А, вот сейчас обновилось. Все, вижу. Так, вот не знаю. Можно ли здесь наглить или нельзя. Е5 пока идет уже или не идет. Пока, видимо, не идет. Тогда А5 еще играет. А5. Разумно. Ну, давление, видимо, не избавляет. Какой-нибудь 24. Да, разумно. Да, но ты 6 на паре и на И5 конь идет следующим ходом. Что-то как-то можно и не защитить такое при случае. Да, как-то это я. Да. Я хотел слон А6, так это. Но вот конь Д4, да. Да, слон А6 с одной стороны очень хотелось бы черным поменять белополов. С другой стороны, к сожалению, черным никто не даст поменять белополов на своих условиях. То есть на слон А6 никто не будет бить на А6. А когда ты поберешь на Д3, ты сильно усилишь белым центр после ЦД. Сильно усилишь, это, конечно, двойду. Все понятно. Да, конь Ф5 градит, и я здесь согласен. Это я возвращаю. Это ужасно. Да, сильно усилишь, это ночной перл типичный. Да. Как с Д3? Тут был, во-первых, вот Д5, которого я опасался. Я собрался играть Е5, но я не был уверен в своих расчетах. Но вроде бы Е5 работает действительно. То есть... После конь Д7 как-то... А, после конь Д7 есть ход А3 просто с победой. Я ожидал конь Е8. И вот тут вот... А, тут вот, кажется, Ф5 все-таки... Ф5 все-таки проходит. Да, после конь Е8, после конь Е8, Ф5 проходит, кажется. А, да, да, Ф5. Конь Х4 и Ф6. Ф5 и слон А2. И теряется, и теряется материал. То есть, ну, Д4, последняя попытка, но конь Д4... А, Д4, да. Да. Да, значит... Да, Д5, значит, не работало здесь. Да, да, точно. Надо было Д5 вот здесь играть. Вот об этом... Вот об этом варианте с РЗ-5. О нем беспокоило. О нем столько. Тут уже поздно. После СР-4, Д3. Ну, конь Д7 все равно странное решение. Так явно не стоило делать. Конь, конь, аж 5... Серьезного внимания заслуживала. И компьютерноценка 0.15 в пользу белых. То есть, ну... Фактически ничего. Дрони, аж белыми все еще играть проще. Ну, то есть, не бог весь какой-то стяжелый. После конь Д7, мало того, что код странный, он еще и создает мне кучу заманчивых возможностей, на которые я убил кучу... Да. Начинается опять. Тавтология в каждом предложении. На кучу ходов я убил кучу времени и, скажем так, убедился в том, что ничего, к сожалению, сразу не выигрывает. Идея в том, что слон на G4 застрял. Да. Ну, Ферзь Е3 хороший, кстати, ход. Ты сразу по темпу не попадаешь никуда. Потому что конь Ц5 с темпом шел. Ферзь Е3 очень хороший ход на первой линии. Но, чтобы этот ход сделать, надо было разобраться с тем, что я не съем фигуру сразу. Если я съедаю фигуру, то Ферзь Е3 очень плохой ход. Потому что я, получается, потерял эту возможность. Но вот я сколько ни сладел, не нашел ничего. А в 5 конь Е5. Идея в том, что слон уродливый, конечно, на G4. То есть, вплоть до того, что я считал какой-то такой вариант. Слон Е5. И на конь Е5, ферзь Е3. И вот сейчас белые хотят пойти H3 и G4 и просто выловить слона. Ну, простая идея. Ну, черных тут спасает ход. А, черных никакой ход не спасает. В плане, что они фигуру отдадут. Но можно пойти слон H5 сначала. Белом отыграть H3. По-прежнему, G4 грозит. Ну, очень сильная уроза. F6 только играть. Так, да. Это что-то с чем-то пудрое. Потому что F6 прекрасно спасает фигуру. Просто был какой-то вариант, в котором... В котором... Вот такая вот жертва проходила. Ну, не то, что проходила, но, по крайней мере, черные некоторые компенсации получали. Но, видимо, не в этой редакции. Потому что здесь, действительно, F6 отличный ход. Странный. Ну, и тут у белых абсолютно не лучше. Потому что слон сейчас... Нет, здесь конь на 5 хороший. Да, слон на F7 сейчас уйдет, и белые будут за ничью бороться. Потому что... Ну, нет, здесь у белых хуже почти уже. Да, не почти, а, наверное, хуже. Без почти. Так что, таким образом, слова не поймаешь, действительно. А если сначала H3, ну, с идеей на слоне F6, F5, то слон H5, F5, а, то есть, ну, F5, конь Е5, и это опять в той же самой позиции приводит, потому что, ну, мы можем поймать, попытаться поймать слона только побив на Е5, конь Е5, ферзь ушел, ну, тогда опять F6. Да. А если сейчас сразу ферзь ушел, тогда белым надо еще один ход потратить, потому что уже 4 пойти. Черные могут либо сразу F6 пойти, либо может попытаться что-то другое продавать. Например, начать с конь Е5. Потом на... В общем, они еще успевают. Да, успевают. Может быть, в этом была идея хода конь Е7, спровоцировать меня на проилку слона, какого-то облака. Да, ну, в общем, по-моему, в ней ввиду, и способов сразу съесть материал, нету белых. Ну, попытаться съесть. Поэтому, в общем-то, все посчитал. Как-то в моей партии мне казалось, что все эти варианты сложнее почему-то. В общем, пошел ферзь Е3, это хороший. Ферзь Е3 плавал. Ферзь Е3, да, хороший. Просто я бы его тоже сделал, чисто из-за того, что неохота давать черным стэмпом, вставать, например, на Ц5 хотя бы. Да, то есть профилактика – это главная идея. Но есть еще вторая идея, что вообще-то теперь белые хотят съесть слона. Сделаем ход. Теперь это скользит. Сделаем ход пас и... Не успели, черные. Да, здесь не успели. Ну, какая-то компенсация, но это все не очень серьезно, потому что все-таки фигура есть фигура. Текст не выскочил на С4, это уже другая позиция. Но другое дело, что, как бы, как ни странно, черные практически любым ходом здесь спасаются его слона. Ну, в смысле, любым разумным ходом. То есть... Но возникают другие проблемы. Он сыграл... Хорошо он сыграл, наверное, выбрал одну из лучших возможностей, Л9-8. Но вот к ходу Конь-Д7, к сожалению, позиция была... принесена вред, возможно, близких к непоправимому. Потому что здесь у белых есть... Ну... симпатичная идея. Такая... Ну, неслужная, но тем не менее. Можно пробовать ее найти, потому что давно я не давал упражнений. Ну, попробую. Но сейчас у меня, правда, 5 часов утра. Ну, аж 3, хорошо. Наверное, с этим связано. Теперь надо как-то слона убрать, чтобы... g4 провести. Слон f2, например. Слон h2 сильнее. Это было сыграно в парке. А, я все куда-то не туда, я вообще выбираю. Ну, слон f2 тоже неплохой хост, по-моему, второй... Ну, я не уверен, а что-то он вторая, это линия или нет. Понимаешь, в чем проблема по ходу слона f2? Я понимаю твою, как бы, идею, почему слон f2, а не слон h2. Потому что слон на f2 лучше стоит. Он длинную диагональ, держит он, он не такой пассивный. Но после слона f2 у черных есть конкретный ответ в разе f6. А, напасть на пешку? Да, и даже 4, сейчас будет конец 4, жажко, не пасть. И вот тут вот компенсация довольно серьезная, должен признать. Белые могут и ног не унести при некотором невезении, скажем так. Ну, кони опасные. Да, то есть, может, уж надо сбрасывать материал. Но тут у черных все равно компенсация остается, и все равно можно ног не унести, вообще-то. Очень сильная компенсация, кстати. Ну, компьютер как-то позволяет белым отбиться и удержать перевес, но он все равно сложит бассейн. Понимаешь, теперь перед черными стоит тяжелейший выбор, потому что через f6 и все таково подобное вообще никакого смысла не имеет теперь спешкой защищенной. А, ну да, уже 4 игр просто и все. И тут вот либо играть, как он сыграл, что, наверное, с практической точки зрения правильно, f5. Либо то, что рекомендует компьютер, но то, что рекомендует компьютер довольно грустно выглядит. Компьютер рекомендует конь h8, h4, h6, h5, h7. А, ну понятно, но это клетка. Ну, блин, фигура черных выглядит довольно загадочно. на полях h8, h7 и h8. Ну, белый большой перевес, плюс 1 по компьютеру, объективно, наверное, еще больше после ладья АДЛ. Одно поле и e5 не компенсирует две фигуры, которые полностью в ней крылья. Ну да, а на d5 и e5, видимо. На d5? Ну, e5, наверное, просто. А, e5 проще всего, но, во-первых, можно проигнорировать все это, пойти ферзивуа. и черные, может быть, под себя вскрыли всю эту позицию. А, ну, да. Потому что вскрытие обычно, ну, как бы, вот меня учили, что если у соперника две фигуры стоят на h8, h7, то вскрытие позиции не в его позиции. Ну, вообще, конечно, фигуры убогие тут. Да, но, видимо, зря меня этому учили, вот, потому что если посмотреть предыдущую партию, то, как бы, у соперника была ладьяна А2, он вскрыл позицию и дал мне мат, по сути. Так что, ко всему надо подходить конкретно. Ну, в данном случае, я думаю, что беру большой перемест. Ну, огромный, по-моему. Да. Поэтому f5 вроде хорошо, но вот он, может быть, он не видел моего ответа, может быть, он не знаю. Ну, кстати, вот, найди тоже ход за белым. Грават недостаточно сильный. Мне он нравится. он какой, позиционный или тактический? Он создает конкретную тактическую угрозу и в то же время улучшает позицию белых. Да. Мультифункциональный. Мультифункциональный? Да ладно, на самом деле, некий любой ход нормальный. Ты можешь позицию тяжело сильно испортить. Мне просто нравится мое решение, тебе можешь тратить другую. Не знаю, блин, G4. Воистину, грамотный позиционный ход. Грамотный позиционный ход сделан в любой позиции. G4 это всегда главный кандидат. Ну, я не думаю, что есть у белых. В смысле, у белых, наверное, может, после зла едва сохраняется что-то, но перерез белых точно уменьшился и самое главное, куча риска возникла нервных. G4 это я, конечно, классно рубанул. Так, ну, а что делать тогда? Сейчас уже башка вообще не соображает, честно. Ладно, не буду издеваться. Ну, просто предложи уже любой ход, который не портит позицию, просто мне интересно. Не портит? шах. Солнце 4 шах. Отлично. Хороший ход. Ферзер 2 пошел. А, потому что на Солнце 4 видимо D5, потому что. Да, видимо, ты все-таки нашел способ. способ. Хотя, нет. D5 ED. Ого. То есть побили, 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 взяли. А, и взяли на D7, какая-то очень сильная пешка. Нет, у белых более чем достаточно компенсация, но тоже нет никакого смысла допускать. Согласен. Вообще говоря, может быть и нет, кстати. А вот Слон на H2 в данном варианте подводит белых вообще-то. Какой-то корявый Слон. Да, что-то сейчас как бы черные пешку не съели. Он где-то 1 дохода нет. Ай-яй-яй. А Слон D5 это мертвый в этой парке после H6. Его откинут просто. Да, что-то как-то мощнейшая компенсация. Превратилась. Да, ну превратилась по-прежнему некоторую компенсацию после Слон D3. в общем, не надо так играть в шаху. Ну, понятно. Ферзь D2 тоже неплохо. Король Аш-В нормальный ход. Ферзь D2 мне нравится, потому что во-первых, Еф белые хотят прийти. А, вон какая тактическая урода. Вот я и говорю, не стоит анализировать партии в 5 утра. Да, тактическая гроза Еф, а тактическое обоснование то, что белые следят слона. Хорошие тактические обоснования. Ну, и особо компенсации не будет. К тому же можно, может быть, похитрить, а сначала пешку съесть ладьей, потом поменять ладьи, а потом съесть слона. Может быть, так надежнее. В общем, в любом случае это все неудовлетворительно абсолютно. я должен сказать, что мой соперник здесь нашел первую линию компьютера. И это не так легко сделать, потому что она несколько депрессивная, первая линия компьютера. Он сыграл коняш 8. Ну да, чтобы фигур не потерять. Так, нет, прошу прощения, он не сыграл коняш 8, он сыграл фрзф 6. Теперь я пошел еф, и фрзф 5 не сыграл из-за потери слона. И вот теперь сыграл коняш 8. Теперь сыграл коняш 8. И на g4 слон f7. Да. Но g4 я не ответил, потому что нет никакого смысла сразу играть g4. Пошел коняш 4. Ага, коняш 5 нельзя играть, понятно. То есть вот ход коняш 4, я помню, мне дался тяжелыми усилиями, я тогда несколько беспокоился насчет своей формы. Видимо, в тот момент напрасно. Потому что понимаешь, в чем дело? Конь е4, фрзф 8, потом этого коня откинут. Как-то до меня не сразу дошло, что конь, идеальное поле для коня, вообще-то поле f3, с которого он на е5 пойдет. На самом деле ход d5 только приблизит меня к этому полю. Слон d3, d5. Ну, d5 надо что-то играть, иначе вообще я очень тесно. Конь d2, фрз c5, g4, ну, он еще поменялся фрзами здесь, но абсолютно безнадежный эндшпиль. Пешки не хватает, еще и армада. Ага. Ну, как абсолютно безнадежный. Я вот и сейчас его оцениваю немножко более оптимистично за белых, чем, наверное, следовало бы. Эдшпиль безнадежный, то есть, не безнадежный, а выигранный у белых, но выглядит как абсолютный шбат с таким конем на е5, но вот как бы слон на жна опять все портит. Все портит, не все, конечно, но немножко менее приятно делать позицию белых. Он е5, c5, h4. И вот тут вот я за неимением лучшего решил перейти в такой конь d3 в шах. Надо меняться, потому что иначе слон с следующим ходом передумают вот прям после короля в 7. И дадут шах на цех 4. И уже этого слона не поменяешь. А если ладья е1 здесь, тогда конь f6 в промежутке. Ну, с двумя лишними совсем. Ну да. Поэтому конь d3 играть надо с шахом cd ладья е1 опять же играть нельзя за коня 6. Король f7 ладья е5. Это все не намного лучше чем ладья е8, но я решил похитрить. У него время заканчивалось h5. Конь все-таки вышел из этого угла. К сожалению, ничего не мог с этим сделать. Ладья е6, c5, король пошел в центр. Д8, ладья е8, король е8. Ну вот у белых остался их проблемный слон, причем единственной фигурой на доске. К счастью, за счет активного короля здесь белые побеждают довольно солидным запасом. Король e4, король d7, король d5. Ну да, с этим королем конечно. Но тут был один хитрый момент. b6, g5, король e8 мультипляем сделал ужасающий ход. Это решающая ошибка абсолютно. После нее уже все абсолютно такие шансы. А вот ход конь f7 ставил перед непростые проблемы. Здесь у белых два способа выигрыша. Если честно, один сложнее другого. Я видел один из них, который требовал десятиходового расчета. я бы сыграл f6 здесь просто. Да, вот это он и есть. Второй из них вообще не требует никакого расчета, но он еще сложнее. Давай начну наверное со второго. Второй наверное это g6. Нет, g6. g6 это вообще-то аналог как f6 это так что я считаю это один способ. g6 после конь d6 надо играть f6 иначе белые не выиграют. Да, да, да. Но это одно и то же. Поэтому считать что это один способ. А второй способ это слон g3. Голову только очень сильно мусульманиста. То есть это явно не мой уровень. Я был очень удивлен когда увидел три. Когда анализировал партию. Идея какая? Идея в том, что оказывается человеку никаких угроз не создали хода конь f7. И теперь после fg конь g5 белые даже не пытаются прорываться а просто пешку съедают. Ну да. И пешка аш идет ферзи. А почему слон g3 а не любой другой ход там а3 например? Вот вопрос. Потому что а3 на самом деле не изменяет позицию никаким образом. А слон g3 изменяет. Потому что если тебе черные стоят то черный белый играет слон g4 на том же то есть слон g4 потом g6 и f6 и без всяких жертв прорываются. То есть это самый простой и в то же время самый сложный способ выиграть. Я военно-партии считал абсолютно другую вещь которую вот ты предложил. Я так понимаю ты ее предложил под впечатлением что это совсем просто. Это не так. Это совсем не просто. g6 g6 конь f6 f6 gf Давай дальше. Ну дальше так g7 конь f5 а конь f5 конь e7 ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я предлагал другое. Я сразу f6 предлагал а потом g6 это уже другое. Или то же самое? Абсолютно то же самое. Но это то что я считал. Раллик это последнее усилие за сегодня. Это во-первых последняя партия которую мы сегодня записываем. А ну f5 f5 ну да и слон f4 и что? a6 так подожди а что я добился? Вот я не знаю. Что-то я ничего толком не добился, да? По сути да. Во-первых ты ни в один момент суксланг не можешь выназить потому что конь e7 всегда с шахом придет. Да тогда возвращай. А как ты сыграл-то в этой позиции? Я же говорю в этой позиции мой соперник продумал не очень долго и пошел к е8. И я был как я сказал дико разочарован потому что я очень надеялся на конь f7. А ну понятно конь f7 здесь. Здесь у белых два красивых выигрыша один из них я только надолго да он уже сказал что он же это я второй вот я считал на ее партии после f6 gf6 вот здесь есть выигрыш у белых. Все-таки есть, да? Да. Непростой. Надо поискать. Ну вообще как непростой? Простой конечно но в меру скажем так. Бывают и более простые выигрыши в беншах с личной пешкой. Ну наверное какой-то сон g3 тогда. Сон g3 Знаешь вообще при желании можно и проиграть эту позицию белыми. Например ты приближаешься к этому кстати. Да согласен. Потому что сейчас будет конь же синий пешку наш 5 отберут все понятно ладно возвращай назад опять. Так что же тогда делать-то блин? Ну и нет f5 я не знаю f5 правильно нет f5 я неправильно сказал. А с другой стороны конь на f5 идет. Да. Так что же тогда может здесь как-то разрывать надо b4? Да b4 вторая линия с некоторыми не очень большими шансами на победу. Ну давай мы не будем вдаваться в подробности скажу что чего-либо цвы конечно должны играть и эта позиция не очевидна. Ну с шансами на победу у белых. Это как заяпостой аэродром но я считал совершенно другой вариант. Что же тогда ты мог Никите считать? Что же ты мог считать? Причем я даже не был уверен что я засчитываю до конца я был уверен что я получаю громадный перевес в конце но я не был уверен что там прям прямой выигрыш и может быть я когда мы будем дальше по этому варианту двигаться я кстати включу компьютер чтобы не сказать чебуху случайно. Ну хорошо я не знаю Никита просто что здесь ты мог предположить Надо играть G7 Ну G7 да Конь F5 то же самое да? А Ферзя все-таки шаг да давать? Это Конь у тебя плохо экран работает. А Конь Ничего себе Я я думаю можно понять мои эмоции я был дико взбешен что мне не дали впервые в жизни в турнирной партии слабое превращение осуществить Ну кстати очень сильно по-моему F6 же грозит ёмаё Да Наверное Олег ты думаешь что на этом все заканчивается Нет скорее всего Да на этом все далеко не заканчивается Конь G7 какой-то наверное А нет Конь Е3 надо играть Конь Е3 да Король Е4 Единственный ход у них ходов просто нет легальных И Король Е6 Тут какая идея это учебно что надо коня не выпустить правильно Да Если Король Е6 то Конь А тогда Конь Ж4 Конь Ж4 правильно То есть Конь Ж4 не то что правильно или неправильно один из ходов может быть не самый Слон Ж3 видимо Может быть не самый Толь Да Это вообще откровенно говоря пульт наименьшего сопротивления Конь Ж4 Но тоже у белых единственный способ выиграть кстати Хотя и несложный Слон Ж3 или Слон Ж1 Так что не совсем единственный Не важно Король Е6 Ф5 надо было посчитать Король Ф7 и Король Ф4 А ну да здесь все Ну То есть это выглядит очень просто но вы все таки не забывайте что надо было посчитать это здесь Ну да лишняя фигура Да Что надо было увидеть Ну превращение в коня что не очень сложно Но надо было досчитать вот до всех этих попыток поимки коня И к тому же Конь Ж4 это не самый упорный путь Намного упорнее сыграть Ф5 сначала И вот здесь вот у белых строго единственный способ выигрыша Король Е5 Такой который не хочется играть Хочется пойти Хочется пойти Король Ф3 вообще-то Но надо играть Король Е5 Потому что Король Ф3 нас поймают коня И мы проиграем белую эту позицию То есть нет не проиграем но надо вовремя отдаться на А6 и наверное белую держат ничью С трудом правда Потому что структура в пользу черных В общем это не самое приятное Ну да Король Е5 Конь Ж4 Шах Король Е5 Конь Ж4 Король Ф5 Конь Х2 Конь Х2 Король Ж6 А Тут я Конь Х6 проще Вот тут я наверное Вот тут я включу компьютер Потому что честно скажу Я считал все это в аэропартии По-моему я Конь Х6 собрался играть Но я не уверен на 100% А Вот да Вот это кстати важный момент И это я действительно считал в аэропартии Потому что на ограничение А Б3 чтобы нигде С4 не было Да Б3 проще но компьютер пишет что про Конь Х6 точнее После Конь Х6 мне не нравилось С4 разумеется Но вот тут вот изумительно изумительно не то что красиво а изумительно длинный вариант Потому что надо сыграть Конь Х7 Ну и вот это 50-й ход Я уже могу открыть нотацию чтобы больше здесь ничего А вариант начинался на 42-м То есть это 8 ходов вперед со слабым превращением по пути Да Это не очень простая задача скажу честно Ну на мой взгляд для шахматиста любого уровня А на моем уровне тем более Ну и вот СД не актуально потому что Конь Е5 Конь Д3 с легкой победой Единственный ход который заслуживает внимания это С3 Да С3 И вот тут по моему я считал этот вариант И у меня как-то вскипела голова Ну вроде бы по-моему я вроде бы я все-таки сюда собрался идти Я уже точно не помню БЦ ДЦ А6 Белые не могут остановить пешку Потому что пешка Д3 отнимает поле Д3 у коня С2 А7 С1 Ферзь А8 Ферзь Ну и здесь Белые провели Ферзя вторыми То есть вот эта штука С4 Д8 не работает Ход Черных И Ну Белых абсолютно выигран на ТН Подожди А8 Ферзь И И все Белые выигрывают матовой атакой на короля Да Потому что шах на С5 ничего не дает из-за Конь Е5 Конь С2 теряется А если спасать коня но Тогда Ферзь А тогда Ферзь теряется Да Чем теряется Да Ну Вот так Ну Непростой Волят на ваш взгляд Мощный А партия как закончилась Партия закончилась совершенно бездар на по сравнению с этих Потому что была сыграна Король Е8 Слон G3 Король Е7 Слон G4 Я все то же самое провел без жертв Ну и здесь он сдался Потому что пешка идет ДФ7 и все Вот здесь да Да Обидно Когда Турнинг вот так вот Да Такой вариант за кадром остался Была бы просто партия партия турнира уж точно Ну Для меня партия года наверное Да С вращением очень красиво Красивый вариант Ну ладно В общем третья часть нашего длиннющего видеоцикла подходит к концу Турнинг Да 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 Этих видео уже хватит как бы надолго Ну возможно не знаю Зависит от степени заинтересованности наших зрителей В общем всем спасибо за внимание кто был с нами кто смотрел наши видео Для вас скомментировали Алекс Саламаха и Никита Петров Да Всем пока Саламаха